Экспорт товаров и услуг, трудоустройство, розничный товарооборот, строительство и ввод жилья – вот основные тезисы заседания горисполкома. Сегодня руководство города совместно с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Дворником подвело итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. К Бобруйску особое внимание, ведь наш регион – самый крупный из 11 городов, которые взяты на контроль президента. Устойчиво положительным является сальдо внешней торговли. В рамках программы обеспечено выполнение показателей по росту реальной заработной платы. За 4 года она составила 114,5%. Аутсайдерами стали Белшина, Комбинат хлебопродуктов и Бобруйск мебель. Последний вошел в топ-5 организации с самым низким уровнем заработной платы. За сентябрь сотрудники предприятия получили 494 рубля. В августе же на 33 рубля больше. Заместитель премьер-министра подробно остановился на проблемном вопросе, ведь от этого зависит благосостояние жителей города и страны в целом. К слову, не достигли уровня заработной платы аналогичного периода прошлого года 9 коммерческих организаций. Сегодня стоит задача главы государства. Конечно, самая главная задача – это жизненный уровень людей, которые работают. Если мы не работаем с каждым предприятием, если мы не находим возможности повышения уровня, ну или можем найти, покажите, за счет чего можно повысить уровень заработной платы. Уберем Белшину, работают все остальные, ведь люди на других предприятиях – это наши люди. И вот задание, та тысяча должна иметь каждое предприятие. В городе не достигнуты показатели в экспорте товаров и привлечении прямых иностранных инвестиций. Есть пробелы и в трудоустройстве на вновь созданные рабочие места. Однако специалисты отмечают – ситуация в скором времени должна измениться. Предпринимательский сектор в том числе призван решать ключевую задачу – создание новых рабочих мест. По итогам 9 месяцев количество новых рабочих мест по оценке составит 700. В четвертом квартале мы предусматриваем рост количества новых мест, в том числе за счет развития сферы торговли и услуг. Планируется открытие крупного магазина «Виталюр». Также новые рабочие места будут созданы в предпринимательстве бизнесом. Сейчас прорабатываются организационные кадровые вопросы. Если говорить об оплате труда, то за сентябрь в среднем горожане получили чуть больше, чем 903 рубля. Ключевой параметр комплексного плана на 2020 – достижение заветной тысячи на основе роста производительности. Та экономическая модель, о которой мы сегодня говорим, она важна сегодня именно из того, как сегодня предприятия, руководители предприятий видят достижение данных показателей. И это должна быть сегодня их настольная книга, которая находится у каждого руководителя на столе. Подводя итог, стоит отметить – перед администрацией и руководителями промышленных гигантов и организаций стоят напряженные и далеко не простые задания. А именно на их выполнение направят основные силы и ресурсы. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.